За год в Алматы стало на 10 тысяч предприятий больше. Активность горожан в бизнесе заметно выросла. Объектов МСБ сейчас насчитывается 114 тысяч. Между тем, выделенные Национальным фондом 100 миллиардов тенге уже осваиваются. Только в Алматы профинансировано 6 проектов на сумму 412 миллионов. О мерах поддержки предпринимателей в материале Айерки Ермек. Дорожная карта бизнеса 2020 в этом году помогла уже 73 алматинским предпринимателям. Именно столько проектов одобрил региональный координационный совет. 59 из них были субсидированы на 8 миллионов тенге. 14 получили частичное гарантирование в размере 193 миллионов тенге. Это позволило создать свыше тысячи новых рабочих мест. Проекты разные. Конечно, тут же и сектор образования, здравоохранения. Также это могут быть оздоровительные комплексы в виде фитнес-залов, детские сады и клиники. И не только. Есть еще проекты в секторе обрабатывающей промышленности. Всего за год предпринимателей стало больше. Открыто 10 тысяч предприятий. Отчасти благодаря государственной кредитной поддержке. В апреле для сектора МСБ был выделен 1 триллион тенге. Первый транш в 100 миллиардов тенге уже осваивается. В Алматы льготной программой воспользовались 6 предпринимателей. Еще 23 проекта на 7 миллиардов тенге находятся на рассмотрении. Приоритетное направление программы – обрабатывающая промышленность. Стоит сказать, что за полгода экономика страны выросла на 4%. Министр профильного ведомства ДОСАЕ подчеркнул, что и в дальнейшем поддержка успешным и перспективным отечественным бизнесменам гарантирована. В поручении соответствующей правительству премьер-министра принять государственным органам исчерпывающие меры по недопущению снижения объема выпуска в отраслях ниже уровня прошлого года. И также рассмотреть возможность увеличения темпов роста тех отраслей, на которых размещаются положительные тенденции в этом году. Второе – это дополнительное стимулирование экономической активности в стране путем поддержки малого и среднего бизнеса и создания новых производств. С этого года алматинским предпринимателям предоставляется и электронная услуга – сервисная поддержка ведения действующего бизнеса. Это программа бухгалтерского и налогового учета, а также услуги по таможенным процедурам.